здравствуйте мои дорогие добрые и отзывчивые зрители кто еще не подписался на мой канал советую подписаться у меня очень много интересного открываю такие можно сказать свои секреты по уходу за орхидеями пробу очень много нового вот и об этом рассказываю вам и также у меня есть страничка в инстаграме и мы создали группу вконтакте вот если вам нужны какие-то углубленные ответы на вопросы можете присылать свои фотографии и я буду отвечать а в группе вконтакте там еще и верочка нам помогает моя сестра вот собственно сегодня мы поговорим о таком новом грунте как 3 ферм я его тестирую уже некоторое время покупила я его магазине по улице уральская 77 город краснодар это такой знаете оптовый магазин сортовых орхидей и там есть и грунты и горшочки сейчас еще привезли двойные горшочки почему все время о нем говорю потому что мне там очень удобно покупать например я могу заехать купить сортовую орхидею как вот у меня например красавчик мой беглик молния вот и не нужно ничего мне пересылать отсылать дождать по почте что придет мне там удобно и заехала купила и все просто многие мне спрашивают где ты покупаешь сортовые орхидеи и грунты собственно для них мне там удобно я заехала купила и не нужно мне ничего ждать по почте там и пеностекло продают и серамис и все 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 мне например сами поймите невыгодно заказывать с другого города в принципе то же самое что я могу купить у них еще переплачивать за пересыл вот поэтому я все время о них и говорю вот и все очень все легко и просто так начнем собственно разговор разговор о самом грунте вот самое наверное интересно это вот это вот красотка мне подарила девушка анастасия на мастер-классе который я проводила в планете лето вот такую вот деточку от дендрофаленопсиса здесь было два вот таких вот от росточка здесь было еще пару листиков но они отжелтились и вот эти сами бульбочки были такие очень такие вот пожмаканные как и сушеные в она была полностью в керамзите сам хом я немножечко поменяла посадку у меня на дне все равно есть керамзит как дренаж видите вот потом пару кусочков коры археаты крупной фракции на такая средняя фракция 912 вот и все остальное это у нас вот этот три ферм корни папоротника вы знаете очень понравилось именно вот дендрофаленопсис у очень понравился этот грунт вот эти вот бульбочки они прям наполнились вот хотя очень было мало корней я даже тежи не убирала просто так поснимала вилами наставила вот эти вот ниточки не стала ничего обрезать корней и таких прям хороших можно сказать не было вообще только остались тежи вот и вы знаете очень хорошо вот на налил сию вот именно этот это тоже наверное отсохнет полностью того какой-то уже и пожмаканный вряд ли он восстановится а вот эта бульбочка она прям наполнилась и листья стали такие упругие упругие они такими не были прям вот не сгибаемые листочки а были знаете как вот у обычного дерева такие тоненькие можно было их как бы в разные стороны крутить сам вот этот вот детеныш кей как его называют новый побег он очень быстро растет он красивый он с пигментацией скорее всего это будет или что-то розовое или может даже бордовое мне очень интересно посмотреть но я думаю что ждать очень очень долго я смотрела видео про дендрофаленопсис и и когда вот в таком состоянии да где-то вот только на четвертый на четвертую новую побег зацветает может быть я не права исправьте меня и расскажите о своем опыте выращивания дендрофаленопсиса мне будет очень очень интересно вот потому что это первый мой дендрофаленопсис спасибо анастасии которая мне его подарила вот и вы знаете вот на этой бульбочке вот видите что-то вот стало проявляться но я думаю думаю что это только из-за того что наполнился вот этот вот побег и как бы чуть чуть вот выглянул носик из серединки вот я думаю ничего оттуда расти не будет потому что это был стоп-лист на вот крайний вот и вряд ли что-то оттуда получится вот собственно жду когда вырастет вот это вот вот этот побег бульба и отрастет еще несколько новых и буду ждать цветения очень хочу посмотреть для меня это я же говорю что-то новое очень интересное и вы знаете так как ему понравилось видите какие жирные корешки вот я вам обещала показать да когда-то растет до стеночек плохо фокусируется фокусируй вот-вот корешок вот они очень жирненькие корешули здесь еще где-то просвечивался корешок очень такие толстенькие красивые корешки и они все устремлены в водичку вот так вот она у меня стоит вот этот реферму он очень влагоемки поэтому с ним нужно быть аккуратнее не нужно оставлять вот на донышке водичку эту только но с большим расстоянием видите у меня у стоял этот стаканчик в более широком емкости и на донышке наливала водичку и я смотрю все время прям влажный влажный так ваш хлюпает этот субстрат вот поэтому я решила так вот немножечко отдалить воду он тоже теперь влажный все время но не хлюпающий и я думаю что дендрофаленопсис это очень очень нравится и так как мне кажется я уже научилась за ними ухаживать в будущем хочу приобрести еще парочку таких красавчиков вот я думаю что это будет очень интересно и причем не на кухонном окне не очень хорошо растут фаленопсисы а дендрофаленопсису понравилось поэтому можно приобрести несколько штук именно расположить на кухонном окне вот это что касается именно этого растения я думаю всем понятно всем видно что очень-очень ему понравилось вот и конечно же буду ждать и новых деток процветения я пока наверное буду только мечтать это очень долго еще следующее растение здесь я использовала 3 ферм только как в качестве мульчирующего слоя вот это мой не знаю мне кажется он бомбический беглиб молния него тургор в отличном состоянии вот просто листики они у него вот так вот опущены это или сорт такой вот тургор в весе в норме все хорошо просто вот так вот листики и растут как-то вот вниз не знаю может быть это такая особенность сорта а вот смотрите здесь у нас керамзит на на с другой стороны будет получше видно нет не получше здесь получше корешки видно да здесь у нас все равно идет также дренажный слой потом кора архиата и сверху я положила этот три ферм он просыпался через архиату и стал такой уже наверное смешанный субстрат вот но орхидеки тоже очень нравится я думаю вам видно да по вот этим растущим корням и очень много в горшочке корней не зря я думаю зарубежные блогеры все время рекламируют этот три ферм но они его прям привязывают на блоке и говорят что лучше держит главу чем мог и к тому же вы знаете он не разлетается он никак не пушится не крошится вот как есть так есть причем не знаю мне нравится вот и кто у меня спрашивал чем можно заменить мог вот хорошая альтернатива мху три ферм сверху ложите как мульчирующий слой и все замечательно и орхидейкам очень очень нравится именно вот это составляющая грунта про крайне мере моим орхидейкам очень понравилось и опять же повторюсь что смотрелось зарубежных блогеров и они советуют именно такой грунт они его сами собирают прям таки длинные корни нарезают или если на блоке они прям привязывают вот полностью да вот таки длинными такими лентами вот не нарезая в качестве мульчирующего слоя думал лучше нарезать потому что если вот такими палочками мы все было до лежала было бы не особо я думаю удобно вот так поставлю его на место но я думаю вы видите да какие корешочки растут конечно я думаю что возможно чтобы также росло бы и без этого три ферма но меня многие спрашивали чем можно заменить мох вот три ферм можно заменить и где взять можно заказать также в магазине в этом на сайте у них есть и в инстаграме и в контакте также у них группа вот кому интересно можете заказать кому не интересно просто посмотрите видео вот и и ничего не заказывайте ничего не покупайте это для тех кто спрашивал у меня как орхидеки себя чувствуют в этом грунте и стоит покупать не стоит и для тех кто меня спрашивал вот чем можно заменить мог вот и третье моя посадочка с три фермом вот это моя групповая посадка которую я вытащила из ци флоры полностью меня здесь крупный керамзит и сверху я тоже как мульчирующий слой присыпала три ферма но вы знаете я думаю что маловато я присыпала надо было еще нужно добавить на что керамзит очень крупный вот видите просыпалась сквозь него и на сверху получается практически ничего нет но хотя орхидейки себе замечательно чувствует наращивают вот новые корешочки все в порядке все замечательно единственная вот эта орхидейка у нас так и стоит без движения хотя я ее и проливала и вот смазывала максимом вот но есть такие заболевания орхидей которые не лечатся вот поэтому возможно что это такое заболевание возможно что она сейчас постоит постоит подумает и как начнет расти и все будет замечательно вот потому что корешки у нее есть вот принципе дальше гниль не идет я уже два раза поливала вот с препаратом фитоловин он мне очень нравится этот препарат у меня был знаете в такой большой бутыли очки там по-моему 10 было миллилитров есть вот в таких вот он ампул когда другая получается тоже дозировано так вот ампула на литр воды но удобно они уже дозированные ампулы не нужно шприц чтобы отмерять два миллилитра на литр вот очень удобно вот такая фасовка причем по моему стоит около 20 рублей или что-то такое принципе препараты и по цене хорошие по качеству очень мне нравится вот сегодня буду делать и еще одну обработку с этим препаратом сейчас я вам это покажу итак беру одну ампулу и выливаю в литр теплой воды обязательно теплой должна быть градусов 30 вот так вот 29 30 должна быть температура воды все я уже вылила размешала также этим составом можно протирать листики вот я уже приготовила тряпочку мне очень понравилось мягенько такая покупали ее по-моему в леруа мерлен линка такая в принципе во всех магазинах продают вот сейчас я этой тряпочкой протру листики у всех орхидей вот именно этим составом и оставшуюся состав пролью в колбу в нашу вазочку ко мне тут пришел помощник вот а я протираю с двух сторон надо протирать именно с двух чтобы орхидей к смогла полностью впитать в себя препарат именно обязательно по вот этому устью и вот это пусть и вообще задняя сторона листика очень хорошо все перри впитывает влагу в первой половине дня поэтому водные про обработки лучше делать в первой половине дня вот оставшийся препарат я залила в колбочку сейчас и керамзит поднимет его наверх и и корешочки в себя впитает и лишнюю воду через минут двадцать-тридцать я солью это вот на такой вот ура это вот на такой уровень сейчас вот так солью примерно вот до такого уровня вот и орхидейки надеюсь все будет с ними хорошо но эти две они абсолютно здоровы вот одна у меня что-то чахнет чахнет причем она уже в таком состоянии довольно продолжительный период времени скорее всего это какое-то заболевание орхидейки ну вот лечу и и проливала с перекисью водорода и вот таким препаратом как фитоловин и максимом обрабатывала поэтому в принципе все что могла сделала вот если она в принципе в таком состоянии будет не хуже а только лучше еще хочу попробовать другой препарат какой-нибудь приобрести да сыночек помощник тут я тебя тоже люблю сыночек вот да не трогай чтобы не перевернуть хорошо вот попробую еще какой-нибудь препараты и вот после лечения я хочу попробовать стимуляторы роста такие как nv101 что котенок сейчас наверх поставим подожди немножко вот такие как nv101 циркон буду испытывать еще на этой орхидейки надеюсь не все будет хорошо а тут мне говорит малыш может он меня любит и и пора заканчивать видео домой хороший ладно всем пока я думаю вам было сегодня со мной интересно сынок скажи всем пока пока это нельзя это нельзя всем пока пока